На последние минуты буквально мастерского курса, вот, спил кровь Кир. То, что сейчас Кир представит, это модель любви к себе. Она очень важна для самого Кира, и то, что Кир сейчас расскажет, наверное, будет важна, в первую очередь, для него слава, а то, как вы на это отреагируете, вы потом расскажете Киру. Смотрите? Нет. Вы знаете, я даже хотел бы вам рассказать, почему для меня это важно было, и как я все время был когда-то врач человеком непонимание, или что-то я видел. Когда-то, не знаю, ну, вот, по сути, как оно получается, вот, живешь себе просто обычную жизнь, да, или человек живет, просто, скажу, это чувство, и чего-то не хватает. А чего, как бы, ну, тут чуть лучше встать, тут чуть лучше встать, и тут еще чуть лучше, и вот туда-туда, это постоянно в этой гонке в какой-то, в какой-то, в которой... Ощущение такое, знаете, вот, когда мы там бежали на гору, ну, бежали, когда я бежал на гору, я вот, в голове у меня четко было, вот, это я сейчас сделаю, что вот, сейчас вот, как бы, до угла бежишь, до угла, а до угла только завернул, и все, и там вот то, что ты ищешь, что-то такое. А ты каждый раз в голову заворачиваешь, а там следующий угол, и думаешь, ну, ладно, за следующий угол, ну, за следующий заходишь, а там еще третий, четвертый, пятый, а это постоянно вон, какая-то бесконечная, вообще, то есть ты, ты все время в ней вот... Не то, что постоянно, да, а как-то вот заглючила тебя, и ты бежать. Куда? Зачем? Ну, как бы себя даже додумываешь там, что вот, а, ну, вот, когда сюда добегу звучит, тогда все, да, классно. Добегаешь, и как-то вот, нам жизнь вот на секунду что-то почувствовала такое, или думаешь, что вы желаете, о, надо дальше бежать, и все время вот в такой постоянной гонке. Я когда почувствовал, откуда вот эти вот корни, почему на самом деле это происходит, мне немножко стало очень, немножко стало очень, да, прям и по себе, потому что у меня 22 года так прошло, вот в таком вот. Когда я стал разбираться, у меня как-то пришла мысль такая, что изначально мы рождаемся такими, которые сами себя любят. Ну, или кто-то это как-то чувствует, кто-то, ну, вот просто так. А в какой-то момент, в детстве там, или у кого-то, может, мы какое-то решение принимаем неправильное, которое даже всю дальнейшую жизнь складывается в какую-то жизнь без вкуса, что ли, или жизнь, когда там кто-то за достижениями, кто-то за критериями с какими-то годницами, постоянно гонки, постоянно думаю, спокойствие, нет вообще, тебе хочется все поправить, людей улучшить, везде себе все неправильно, и чем ближе человек к тебе, тем больше ты хочешь его поправить и улучшить. Причем человек не виноват в этом, а вот, его для тебя хороший человек, а ты ему вот причиняешь это добро, догоняешь и счастливы, и, на самом деле, когда люди к этому еще не готовы, и ты сам не готовы, это хреново, на самом деле, вообще. Я когда, вот что для меня очень такое было, важно, я не понимал, насколько важно и ценно любить себя, ну как-то, ну любить себя, ну да, полюбить себя, счастье это будет, пустые слова, пустые слова, когда мы, вот там одно действие такое проходило, и мы проживали как бы жизнь вперед свою, я вот везде чувствовал, что мне чего-то не хватает, вот и не мог описать это как-то, или вот объяснить, да, вот чего-то не хватает, чего, не знаю, вот не хватает чего-то. И я когда, там, финальная точка была, я такой, фух, отмучился. И я понял, что, на самом деле, вот я бежал и всю жизнь, там, к чему-то стремился, ну как бы не сейчас, в будущем. К чему-то стремился, 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 а на самом деле, то, чего не хватало, я от этого убегал в сторону. Это сейчас могут быть слова, которые непонятны, и, ну, когда я находился еще в состоянии человека, который себя не любит, я вот читал там речи, женщины, которые я позже зачитаю, речь человека, который сам себе ее сказал на свой 70-летие. Я ее читал, но там были, там были красивые слова, там были, не знаю, какие-то такие громкие фразы, но когда вот я себя на самом деле болевыл, когда я ее перечитал, мне было, как мне было, как-то понятное было, что ли, я вот почувствовал, наверное, каждую фразу, которая стояла за ними. Туда, я не знаю, наверное, просто мы одной, ну, не одной тоже, вот как мы прямо говорим, там, счастье это путь, счастье это путь, непонятно, может быть, для кого это фраза. Я когда-то себя понял, что действительно счастье это путь у каждого свой. У меня было в том, чтобы вот себя полюбить завтра. Так, когда я когда-то себя любил, еще подариваю. У меня сложилось там из-за того, что с мамой вот так было, да, я там маму за это очень дорого времени, что есть, ну, как-то критерии какие-то мне удивлял, как от себя, какая она мне. Вот, потом понял, что, ну, не хорошо, не плохо, есть так, как есть. Мама меня таким сделает. И не потому, что у меня какие-то чувства были или не были, потому что мы жертвы, жертвы, и она там не добра хотела. Чего-то пока в руке находится, их вообще никто не видел. И я сейчас, ну, четко могу, ну, когда приехали с Мастерского, я вот по памяти так про... перебрал людей, которые вот себя любят или не любят, потом звонил много кому, общался, вот сразу очень, очень четко видно, теперь вот стало, вот, поречь и даже, да, когда человек себя любит и когда нет. Причем, когда человек себя любит, он сам это понимает, понимает, когда не любит, тут столько отмазок всяких находится, и вот очень важно, я сейчас, ну, для себя понял, что человеку важно, как бы дать понять то чувство и дать эту ценность для себя. Это на самом деле счастье. Это не какая-то точка, это детальный процесс такой, в котором ты живешь. Когда, если раньше, ну, ты там добился чего-то, да, очередной, там, не знаю, что угодно, там, клиент, продажа, проект, без разницы, вот, 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 дым вот такой прошел, и ты дальше будешь. А сейчас, ты даже пока его не достиг, тебе уже класс, потому что, блин, кайфон, вот просто так. Я не готовился к этой речи, потому что для меня самая большая подготовка была, это вот эти вот полгода мастерского. Причем, я там где-то понимал, где-то не понимал, что это какие-то другие глюки дома, но оно все в одно становится и в одно упирается. Если ты себя не любишь, тебя никто не может полюбить, потому что люди это как-то считывают. Если ты себя не любишь, у тебя нет счастья, которое тебе позволяет просто находиться здесь и сейчас. Если ты себя не любишь, тебе непонятны другие люди, потому что их понять невозможно, а можно только почувствовать. Если ты себя не любишь, то ты находишься в постоянной погоде, в улучшении себя и достижении грудериха, который нам надо же сам себя понимать, но не достижит и при этом ничего не делаешь а когда вот на самом деле прочувствуешь как это так, вот эти непонятные слова, любить себя то потом ты раз, такой, о, все, спокойно я... прочитать почему то что накопал я как-то джижер у себя это писал, потому что для меня были красивые фразы за которыми ничего не стояло когда я начал когда я начал любить себя я понял, что таская страдания это только предупредительные сигналы тебе о том, что я живу против своей собственной истинности сегодня я знаю, что это называется подлинность когда я начал любить себя, я понял, как сильно человек может кого-то обидеть, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда-когда время еще не подошло и человек еще не готов причем этим человеком очень часто являешься ты сам сегодня я называю это признанием когда я начал любить себя, я перестал стремиться к другой жизни и вдруг увидел, что все, что меня окружает, это приглашает меня расти сегодня я называю это зрелость когда я начал любить себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте, в правильное время и все происходит исключительно в нужный момент, поэтому я могу быть полностью успокоен теперь я называю это уверенность в себе когда я начал любить себя, я перестал красть свое собственное время и проектировать грандиозные проекты на будущее сегодня я делаю только то, что приносит мне радость и счастье то, что я люблю делать и что приводит мое сердце в радостное настояние я делал это своим собственным способом и в своем собственном ритме сегодня я называю это простота когда я начал любить себя, я освободился от всего, что приносит бред моему здоровью от ищей, людей, вещей, ситуаций всего, что тянуло меня вниз, выводило проще от себя сначала я назвал это позиции здоровой и грифной, а сегодня я называю это легко и снова с собой себя когда я начал любить себя, я прекратил жить в прошлом и прекратил беспокоиться о будущем сегодня я живу только настоящим моментом, в котором все происходит теперь я живу каждый день, день за днем и называю это осуществление когда я начал любить себя, я понял, что мой ум может расстраивать меня и что от этого можно заболеть но когда я объединял его с моим сердцем, мой разум стал моим ценным союзником сегодня я называю эту взаимосвязь умность сердца нам больше не нужно бояться споров, бояться конфронтаций или бояться разного рода проблем с собой или с любыми другими людьми даже звезды сталкиваются и их столкновение рождают новые миры сегодня я знаю, что это и есть моя жизнь вид сейчас замечательный на своем десятилетии мне очень стало кайфово, когда я понял, что я на самом деле все не люблю я это понял только тогда, когда прожил свою жизнь пусть там у себя в голове где-то мне стало в тот момент страшно, что я могу упустить это упустить в смысле так себя и не береги за всю свою жизнь я очень благодарен себе за то, что все-таки это сделал для меня это было очень сложно если кто-то захочет почувствовать вот этого чувства раньше, чем умрет ну или до того момента покорясь в могилу я буду готов для этого человека сделать все спасибо